дорогие мои зрители мы с вами отправляемся на рыбалку настоящую рыбалку на мальдивах что это такое ну сейчас посмотрим рыбалка бывает разная можно рыбачить с яхты можно рыбачить сетьми и сетями как правильно да а мы поплывем с вами на настоящей рыболовецкой шхуни именно на тех кораблях шхунах на которых лавают местные жители и ловит рыбу для себя на продажу и зарабатывать себе на жизнь именно такую шпуну нанял наша компания для того чтобы мы могли познакомиться что за рыбалка на мальдивах не буду для вас секретом надеюсь что я не рыбак я не люблю рыбачить мне честно говоря она сейчас ноги засмеются но пожалуйста смейтесь мне рыбу жалко вот этот сам процесс для меня немножко не не по душе но это было бы глупо поэтому я скажу буду сторонним наблюдателем буду теми глазами ушами которые вам расскажет о том как рыбалка происходит и что вообще ловится на мальдивах у нас была большая компания очень многие к рыбалке относились так же как и я то есть с таким любопытством стороннего наблюдателя но были люди среди нас которые судя по тому как они рыбачили чувствовалось что они просто так скажем асы рыбалки по крайней мере и для меня это было очень удивительно но впрочем еще все сами видите не буду забегать вперед и так мы отправляемся примерно километров 10 от нашего острова на рыбалку мы продолжаем двигаться в сторону от нашего острова вот если вы посмотрите за нашу спину видите это как раз наш остров удаляется а мы движемся в неизвестном для нас направлении которое знает только рыбаки они сказали что обязательно рыба будет а вот здесь произошел такой интересный эксцесс такой немножко грустный а может быть и хороший когда наша маленькая туристка катя увидела очень красивые рыбки которые плавали в этом специальном трюме с водой и она заголосила ой давайте их выпустим давайте их выпустим и вся команда свободная кинулась спасать этих маленьких рыбок я был очень благодарен катя за это а честно говоря мне хотелось отпустить и всех остальных было их и всех очень жалко я посмотрел по карте уже сейчас когда манте монтировал фильм куда же мы плыли ну я помню как мы плыли до спиной к порту нашего острова я понял что мы плыли на окраину нашего атолла вот если посмотрите мы наш атолл в виде такого яйца вытянутого вот ему подошли к краю нашего атолла и тут нас ждал сюрприз дельфины огромная стая я конечно их не подсчитал и невозможно подсчитать но вот по моей прикидке их было не меньше 30 может быть до 50 особей они прыгали скакали сопровождали наш катер я содрогался просто сердце мое сжималось от от ужаса что они могут столкнуться с нашим кораблем и и пораниться потому что они совсем близко подплывали сейчас посмотрите внимательно насколько близко вот насколько близко дельфины были с корпусом нашего корабля но надеюсь что их не природные средства эхолоты более совершенны чем наши как говорится и они миновали столкновения один из членов нашего экипажа прыгнул в воду и начал плавать а потом на стал показывать странные движения рукой посмотрите вот загадка напишите пожалуйста в комментариях как вы думаете что он хотел нам сказать мы остановились бросили якоря и начали готовить снасти но не мы начали готовить снасти экипаж снасти были очень простые крючок толстый такой бутылка из-под воды и леска все три предмета быстренько быстренько связали дали всем желающим в руки и понеслось кто-то делал такие плавные движения как милая леди который к нам прилетела из германии а кто-то вы знаете показал такую сноровку что мама не горюй это наши друзья из кореи я просто не ожидал никто не ожидал посмотрите как его тщательно отработаны движения это явно человек тренировался специально перед поездкой на мальдивы я вам скажу забегаю вперед они вдвоем поймали можно сказать больше всех остальных и джей поймала 16 рыбин а лена которая прилетела из сталина она была на втором месте я не помню точную цифру где-то примерно 12 рыбин она поймала причем самые большие рыбины были вот смотрите какая огромная это это рыбины были пойманы ею и мы потом два дня на ужин нам давали по рыбу как хотя выглядела она конечно не очень презентабельная так просто я бы сказал я бы в жизни такую рыбу не купил бы потому что выглядела она как-то непонятно я бы сказал как какая-нибудь ядовитая а местные жители покивали головой скале но 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 не ядовитая кушать можно ес ес съедобно ну что поделаешь вот такая вот участью рыбаков ловить и потом кушать ну рыбаки у нас были разные как вы сейчас видели кое-кто сидел на носу лодки и наслаждался солнцем а солнце было просто жгучее невероятно настолько было жарко и еще вот это вот то что и детства некуда было и тени никакой не было она мне висела большая сумка с фотоаппаратурой на меня висел огромный фотоаппарат видеокамера то что вы видите я снял практически каждую пойманную рыбу мы поймали их порядка 50 может 60 штук ну примерно ведь каждую рыбу я не только снял на видео я еще же каждую рыбу не рыбу смысле а рыбака удачливо сфотографировал сделал ему портрет подарок и концу нашей рыбалки меня уже так шатал я думал сейчас свалюсь с этого катера и просто утону потому что меня укачало кто когда-нибудь на лодке и пытался фотографировать снимать видео или просто например читать книжку он меня поймет меня и так просто укачивает когда ты снимаешь когда ты пытаешься своим зрением руками ногами стабилизировать картинку которую ты видишь то вестибулярный аппарат работает на пределе возможно и так наша рыбалка стала подходить к концу и знать как мы узнали об этом да все очень просто нептун вылез из воды лично сам помахал нам кулаком и сказал а ну хватит уже рыбачить меня тут все грибу растащите и нам пришлось убираться а нептун не шутил как видите металл громы и молнии кидался в нах в нас стрелами и мы спасая свою пойманную рыбу рванули на всех парусах на свой остров все устали кто-то от впечатлений кто-то от пойманной рыбы кого-то просто укачало кто-то упарился ну а я честно говоря по моему все вместе взятое и упарился и укачался и устал и уморился и на солнце мне как шоколад Аленку растаял весь размяк но тем не менее было потрясающе интересно мне лично больше всего конечно понравились дельфины это такой заряд позитивизма они дали такие они веселые просто хотелось сбросить всю свою аппаратуру разбежаться и прыгнуть в ихнюю стаю и поплыть вместе с ними ну кстати дельфины здорово указали нам где есть рыба они же не просто окрезвились они радовались потому что как говорится наверное у них хорошая была охота смотрите что творится там вот где только что мы рыбачили а вот наши острова нашего атолла три наших острова вот прямо по курсу наш остров все были довольны и счастливы радостно махали руками дул ветер кстати было здорово потому что солнце зашло ветерок и немножко такая погода привела нас в порядок я решил взять небольшое интервью нашей самой юной участнице как ей рыбалка интересно все ли ей понравилось сколько ты сегодня поймала рыбка я? ноль а мама? а мама много девять или меньше или больше ты рада? нет я не рада потому что мне никто не добавил а ты хотела рыбачить? да тебе же жалко рыбу что? мне жалко маленькую а большую нет ну а дело шло к вечеру мы благополучно выгрузились рыбы поймали много штук 50-60 и нас впереди ждет потрясающий мальдивский романтический ужин но об этом дальше пока не уходить все впереди наши братья из Кореи попросили выделить им кусочки свежей рыбы потому что у них принято кушать такую свежую не жареную рыбу кстати о жареной они тоже не отказались а мы пошли на берег океана жарить эту рыбку жарили очень просто все рыбку завернули в фольгу и поместили в большой костер так как с дровами здесь большой дефицит но сами понимаете откуда на маленьком острове среди индийского океана дрова то все это делается с помощью пальмовых листьев которых огромное количество потому что кокосовые пальмы занимают процентов 70 островов листья у них отсыхают отмирают падают и везде когда идешь по тропическому лесу лежат вот эти вот сухие огромные лапы кокосовых пальм оказывается они замечательный материал для рыбака вернее для приготовления его рыбы самые любопытные самые нетерпеливые собрались возле костра и наблюдали за этим действом наши местные друзья конечно же нам помогали и вот кульминация действия под названием рыбалка я знаю что мой фильм смотрят многие рыбаки они будут со мной спорить потому что кульминация это совсем другое но напоминаю вам что у нас остров находится в исламском государстве поэтому к кульминации у нас было просто приготовленная рыба без всяких жидких компонентов и ничего страшного жидкие компоненты к кульминации рыбалки можно в общем то оставить и на наши домашние условия российские забегаю вперед потому что потом уже будет тяжело говорить потому что слюни уже переполняли рот скажу что рыба была очень-очень вкусной как видите некоторые наиболее нетерпеливые наши туристы они эту рыбу начали кушать и ее как говорится остаточки прямо тут у костра объедая с фольги я вам скажу что это нормально ну с моей точки зрения лично меня супруга моя алла кошка всегда гоняет от сковородки когда она жарит вкусную рыбку потому что как только она отвернется уже кусочек у меня во рту ах вкуснятина пока я бегал с своим фотоаппаратом чуть без рыбы не остался в конце фильма я вам выставлю несколько интересных фраз о рыбалке которые дали мне мои друзья рыбаки а у меня их много не уходите далеко наше путешествие на Мальдивы продолжается